Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите Честный обзор. Честный он потому, что честный я. Честный я, честный обзор. Получается что? Коллаборация честности. Конечно, я шучу. Сегодня мы рассмотрим с вами уже не новинку, но тем не менее самый актуальный телефон на сегодняшний день — Samsung Galaxy S8. Многие возразят, почему? Ведь уже существует Samsung Galaxy Note 8, однако он больше для гиков, для тех, кто повернут на технике. Ведь у него большой размер, не такой удобный в кармане. Ведь у него есть стилус, не так нужный каждому человеку. Ведь этот телефон подойдет одинаково и мужчине, и женщине, а вот Note 8 — только для мужика. Поэтому прямо сейчас смотрите все его достоинства и недостатки спустя несколько месяцев использования в моем честном обзоре. Поехали! Основная причина, по которой я взял этот дорогущий телефон — непревзойденные камеры высочайшего качества. И фронтальная, и основная камера имеют гибридный стабилизатор и оптический, и цифровой. Кроме того, автофокус имеется на обеих камерах, и вы можете делать селфи с высокой четкостью. Мало того, бонусом ко всему он водонепроницаемый, и это классно, потому что я больше не боюсь искупаться с ним в бассейне, не боюсь попасть под дождь и просто балдею от использования этого аппарата. Ну что ж, давайте по порядку, и начнем мы с распаковки телефона. Господа, внутри коробки Samsung Galaxy S8 лежат наушники компании AKG. Наконец-то Samsung додумались обратиться к стороннему производителю профессиональных качественных наушников. Здесь у нас амбушюры для наушников, для того, чтобы можно было под свой размер ухо подогнать. Зарядное устройство для быстрой зарядки, не перегревается. Ключ для вытаскивания сим-карты, а также для того, чтобы вставить туда флешку. Замечательный, очень удобный переходник USB-C, USB. То есть получится, что мы сможем заряжаться от обычного разъема. И, соответственно, переходничок USB-C, большой разъем USB для того, чтобы подключать обыкновенную, кстати, флешку. Ребята, ребята, разъем зарядки USB-C пока что непрактичен, потому что каждый раз, приходя в какое-либо заведение, я мог забыть дома зарядное устройство и сказать, ребят, есть у вас зарядка для андроида? И мне всегда отвечали, конечно, есть, пожалуйста. Так вот, USB-C вот этого нового удобного разъема, который втыкается и так, и эдак, одинаково, не у каждого есть такая зарядка. Хорошо, что они в комплекте вложили еще один переходничок, его можно как бы с собой таскать, но в целом приходится таскать с собой целый зарядник. Хотя автономность аппарата, в принципе, очень неплохая. То есть в течение дня я заряжаю его один раз и один раз ставлю на ночь. Это потому что я очень активно использую аппарат. Я постоянно что-то фотографирую, снимаю, переписываюсь. Разговоров меньше всего, потому что телефон сегодня это не разговорного жанра аппарата, а все больше про фотографии, да, про переписки. Здесь мы видим датчик отпечатков пальцев. Кстати, во время съемки обзора мне приходится протирать его микрофиброй каждую секунду практически, и все равно отпечатки остаются. Сканер отпечатка пальцев в этом телефоне засунули в самую же. То есть можно сказать, его нет. Пользоваться им ты точно не будешь. Он расположен рядом с камерой, и ты каждый раз пальцем лапаешь камеру. Ну и нафиг это надо. В принципе, мне скрывать нечего, поэтому я вообще никакие блокировки не использую. Но если ты встречаешься с жестко ревнивой девушкой или твоя жена выносит тебе мозги, тогда сканер отпечатка пальцев для тебя. А также есть здесь сканер радужки глаза, который я не использую, потому что сразу же пошли слухи, что это вредно. Да нахрена мне вредить себе ради какой-то ерунды? Основная камера, как вы помните, 12 мегапикселей с технологией Dual Pixel, а вот фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей. Вот она, красавица. И основная ее фишка, это, конечно, автофокус, которого нет в большинстве мобильных устройств. Мы снимаем на телефон S7. Селфи-камера. Приближаем к моей бороде и смотрим, что происходит. Не происходит ровным счетом ничего. А теперь мы снимаем на S8. Я приближаю также камеру селфи к бороде. Видите? Кстати, что приятно осознавать, что в S8 есть помимо стабилизации видео, еще и фокус на эту камеру, которая снимает нас. Соответственно, я очень четкий, а позади размыто, как будто в хорошем зеркальном фотоаппарате. Короче, умники, которые утверждают, что все современные смартфоны фотографируют примерно одинаково хорошо. Я с вами не соглашусь. Особенно это касается владельцев лохофонов. Вот флаг вам в руки, идите тусуйтесь со своими лохофонами. Этот телефон фактически не превзойден, потому что в нем используется технология Dual Pixel. То есть в сравнении с седьмым, S8 имеет то же самое разрешение камеры. Однако при этом каждый пиксель в два раза большего размера. То есть матрица больше. Это значит, что в темноте он делает и быстрее, и четче красивые качественные снимки. Если не верите, смотрите сами. Переходим чуть-чуть ниже, смотрим, что будет дальше. Дальше мы видим кнопочку Home. Интересный эффект от этой кнопки посетил меня, когда я впервые прикоснулся к данному аппарату. Если нажимаешь просто так, это срабатывает одним образом. Если нажимаешь чуть сильнее, происходит имитация нажатия на физическую кнопку и приятная вибрация. Наконец-то, блин, наконец-то убрали эту дурацкую физическую кнопку Home. Я в каждом обзоре говорил, блин, да это же неудобно нажимать ее с двух сторон. А здесь, посмотрите, она сенсорная, и главное нажимаешь, имитация нажатия идет. То есть сильнее как бы вдавливаешь, по ощущениям как будто нажал на физическую. Но здесь самое главное в скорости, в оперативности. То есть, когда кнопка виртуальная, ты на нее нажимаешь так же быстро и так же легко, как на любую область экрана. И таким образом экономишь время, не отвлекаешься, и, короче, это удобней, да и все. Блин, теперь это все признали, а до этого говорили, да нет, ты гонишь, кнопочка удобная. Да ну вас нафиг, я просто в будущее смотрю, вижу как бы, что будет дальше в технологиях. А ведь у меня есть потенциал получается. На торце, господа, мы видим разъем под зарядное устройство. Для наушников вход, кстати, звук очень хороший. Здесь мы видим один микрофон, на обратной стороне также есть второй микрофон. То есть, телефон записывает стереозвук. И вот здесь расположен динамик. На верхнем торце все, что есть, это микрофон еще один для стереозвука. И, соответственно, здесь хранится флешка, а также сим-карта. Можно выбрать либо две сим-карты, либо флешку и сим-карту. На ваше усмотрение, потому что памяти в телефоне предостаточно на этот раз. 64 гигабайта внутренней памяти, можно пользоваться двумя симками, вполне себе комфортно. Скругленные края дисплея дают весьма интересный эффект, но только визуальный, то есть со стороны кажется вау круто. Именно вау эффекта и пытались добиться разработчики. Кто как не Евгений Донец покажет вам аппарат крупно? Никто этого не делает на ютюбе. Как будто бы они не понимают, что людям действительно интересно посмотреть аппарат очень крупно, как будто бы сами подержали его в руках, чтобы принять решение о покупке. Евгений Донец заботится о вас. Ставьте лайк, если вам нравится, что я так крупно все показываю. А теперь давайте посмотрим, что у нас находится на левом торце. Здесь совершенно идиотская кнопка Bixby, которая непонятно для чего здесь нужна. Ты не можешь назначить ничего другого, если не установишь приложение специальное, которое назначает на эту кнопку какую-то другую функцию, например, камеру. И эта кнопка просто навязчивая хренотень. Это просто какой-то фейл от Samsung позорище. Вы либо назначите в настройках, чтобы эта кнопка выполняла какие-то другие функции, по нашему усмотрению, либо вообще напрочь уберите эту парашу. Самая противная хрень, когда ты покупаешь новый телефон, это когда ты его где-то коцнул, но, сука, не понимаешь, где конкретно. Блин, я его ни разу не ронял. В этом обида состоит моя. Понимаете, я его ни разу не ронял. И он у меня коцанный. Из-за этого теряется весь эффект от этого безграничного дисплея. Да что за хрень? Появилась вот эта вот выбоина из ниоткуда просто, которая меня до такой степени раздражает, что я хочу просто обратно вернуть этот телефон и сказать, вы что, охренели? То есть, получается, каким-то образом ободралась краска. Я в кармане не носил ни с ключами, ни с металлическими предметами, ни с монетами, ни с чем. Да, этот телефон застрахован, да, могу отдать его по гарантии, чтобы поменяли дисплей, но мне так не хочется, чтобы туда внедрялись. Мне так не хочется отдавать русским мастерам, потому что он, может быть, после этого воду начнет пропускать или еще что-нибудь там мне поменяет. Не так. Ведь это же Россия. Хочется, чтобы он не царапался, либо на новый мне менять. Блин, я Samsung, я на вас обижен. Я его ни разу не ронял, и такая коцка, она меня очень сильно напрягает. Меры примите, свяжитесь со мной. Блин. Максимально приближаю сейчас дисплей, для того, чтобы вы могли взглянуть на плотность пикселей и также на плавность перемещения. Очень плавный аппарат, действительно классно работает. Смотрите, хоп, замечательно. Одним из основных недостатков этого смартфона является стекляшка сзади. Если основное стекло покрыто олеофобным покрытием и не оставляет на себе никаких отпечатков, то заднее моментально лапается, вот только прикоснулся, и оно уже все в отпечатках. Хоть запротирайся, это не помогает. Каждый раз ты должен ходить в руках с микрофиброй, чтобы просто не позориться с залапанным телефоном. Когда я только покупал его, телефон шел во флипкейсе. Флипкейс это вот такой чехол-крышечка, который, видите, разблокирует и заблокирует аппарат. Причем он прозрачный, таким образом часы по-прежнему видны. И да, этот флипкейс очень узнаваемый, но посмотрите, какой он уродский сзади. Посмотрите на эту огромную толщину и насколько толще становится вообще сам аппарат из-за этого флипкейса. Громоздким и неудобным становится он. Также этот флипкейс очень сильно лапается, что делает его для меня совершенно непригодным для использования и я бы даже сказал отвратительным. Вы знаете, а я не хочу, не хочу носить его в уродском флипкейсе. Мне, например, нравится его уникальный дизайн, его гнутый дисплей, что он маленький, тонкий, компактный, мощный и я могу просто очень удобно разместить его в своем кармане. Я не хочу носить его во всяких чехлах и флипкейсах. Мне это не нужно. Хорошо, вот вы настаиваете на том, что если я его уроню, он разобьется. Ну а зачем тогда люди придумывали этот уникальный дизайн, если мы прячем его в дешевый китайский чехол, в котором просто не видно ничего. Для чего тогда люди работали? Вот ты объясни мне, умник! Давайте все-таки более подробно рассмотрим основные функции этой камеры. Основная камера мы ставим размер изображения 16х9, 9,1 мегапикселей, а вот размер видео я всегда предпочитаю в Full HD 60 кадров в секунду. Однако, если ставить 60 кадров в секунду, конечно, картинка будет очень плавной, но при записи с разрешениями Ultra HD, Quad HD и Full HD 60 кадров в секунду, если поставить, то будут недоступны следующие функции HDR, насыщенные тона, видеоэффекты и отслеживание, автофокуса. Это очень удобная функция, которая работает при Full HD. То есть, на лицо наводится автофокус, и если ты вокруг человека перемещаешься, то фокус зафиксирован именно на нем. Также будет невозможно делать фотографии, если снимаете с частотой 60 кадров в секунду. Одна из наиболее интересных функций, на которую способна данная камера, это выборочный фокус, еда и ретушь, а также двусторонняя съемка. Давайте по порядку. Двусторонняя съемка, это когда камера снимает одновременно на две камеры, то есть на фронтальную и основную. Таким образом, вы можете снимать основную картинку и что-то комментировать. Ретушь омолаживает ваше лицо, сглаживая все неровности, если она вам нужна. Как правило, и без нее все в порядке. Еда. Здесь все очень просто. Она делает в фокусе центр тарелки, а все вокруг размывает, получается красивый эффект зеркалки. И, наконец, моя любимая функция – это выборочный фокус. Чтобы понять, что же такое выборочный фокус, давайте с вами переместимся в галерею и выберем одну из фотографий, сделанных на выборочный фокус. Здесь уже как бы готовая картинка, то есть можно выбирать два варианта – с передним фокусом и с задним. А вот как она выглядит, когда вы ее только что сняли и вам предлагается выбор. Нажимаем на вот эту вот кнопку и получается ближний фокус, панорамный фокус. Обратите внимание, насколько качество улучшается, если мы делаем ближний фокус. Точнее, делается эффект зеркального фотоаппарата, дорогого и хорошего. А ведь это всего лишь селфи. Далее нажимаем «Сохранить изображение». Сохраняем в таком виде, а можно сохранить еще и в таком виде. И все это окажется в конечном итоге в галерее. Ну а теперь давайте посмотрим еще одну. Здесь фотография сделана вечером, достаточно было поздно, уже заходило солнце. Буквально через 5 минут оно полностью зашло. То есть освещение недостаточное. Это селфи. Как вы можете наблюдать, качество очень высокое. Давайте посмотрим, насколько качественно работает макросъемка. Лично я любитель природы и всяческих ягод. Это всего лишь рябина на кустике. Увеличиваем картинку и смотрим, что получилось. Обратите внимание, насколько высокое качество у данной камеры. Оно просто обалденное. Сейчас я покажу вам немного видео, снятого в формате 60 кадров в секунду. Как правило, я использую данный формат для того, чтобы снимать, например, отчеты по свадьбам. И картинка получается плавной, красивой, очень удивляет людей. Но вот тут я летал на день рождения к маме в Красноярск 11 августа и снимал ее на видео. Ну просто для себя. Я угощал ее роллами. Посмотрите, насколько плавная, красивая картинка получается. Очень замечательно. Рекомендую вам использовать данную функцию. Камера для селфи. Она же фронтальная камера. Имеет автофокус и даже стабилизацию. Чем и очень нравится мне. Как раз к ней применим вот эти приложения с масками. Очень интересное. Открываешь рот и вот ты уже превратился в зайчика. Ну или, например, я не знаю, кого это еще какое-нибудь сказочное существо. В общем, детские игры, конечно. Но с другой стороны, почему бы и не развлечь себя. Здесь также можно снимать Ultra HD, то есть 4K формат, а также Quad HD, 2K формат, ну и Full HD, 4 кадра в секунду. Также работает стабилизация, оптическая и цифровая. То есть камеру сделали, хотя и в разрешении меньше, 8 Мп без технологии Dual Pixel. Света, сила у нее очень хорошая. И в темноте она работает замечательно. Когда я отдыхаю где-то на море, я могу не бояться, что я утоплю этот телефон полтора метра. Для него вообще не проблема. То есть как вот эти часы. Samsung Gear S первого поколения. До сих пор люблю именно эту модель за счет гнутого дисплея. Технологично, красиво, эргономично. То есть руку облегает удобно. И вот получается, теперь я могу с собой в бассейн брать и это, и это. Очень здорово. Взяла, полоснул его под краником. Ему вообще до лампочки. А еще я попадал под воду. И тоже проблем никаких не было. То есть шел, бац, пошел дождь на меня. Я иду с навигатором. Все думают, ну что такое, что ему не жалко свой аппарат. А мне не жалко, потому что с ним ничего не происходит. Тест на водонепроницаемость телефона Samsung. Итак, мы с Пашей находимся в парке Горького. Здесь знаменитые фонтаны, в которых все пытаются не намокнуть, пробегая через воду, через струю, которая периодически отключается. Здесь мы проверим водонепроницаемость S8. Давай, мыть. Паша увидел, как струя ушла. 60 кадров сипутов. Поехали, снимаем видео. Давай, давай. Все. Водонепроницаемость S8 доказана, Паша, свидетель. Ну, если он сейчас сдохнет, то не доказывают. Поскольку телефон очень производительный, то я залип на игру Real Racing. Все игры складываются в папочку Game Launcher, которая работает еще и как интересная функция настройки. То есть, смотрите, здесь нажимаешь кнопку Высокая производительность, экономить заряд, средняя производительность, обычная в смысле, ну и снова высокая. То есть, когда мы запускаем игру, то она запускается с самыми максимальными настройками. Ну вот, давайте ради интереса запустим игру Real Racing, для того, чтобы посмотреть, каково качество при максимальных настройках. Итак, графика действительно очень плавная. Хорошо это все выглядит у нас. А вот я закрываю динамик совершенно случайно. Я думаю, очень многие это делают во время игры, поскольку так он расположен на корпусе. Не совсем удобно. Обратите внимание, что пауза у нас действительно не влезает в экран. То есть, вот она еще раз, посмотрите. Вот нажимаю продолжить, вот пауза. То есть, края картинки обрезаются. Samsung, с одной стороны, я вас понимаю, вы постарались сделать его максимально тонким и эргономичным. Однако, это то же самое, что в машину на 350 кобыл поставить бак 10 литров. Ему, блин, точно этого не хватает. Надо бы побольше. Одна из основных игр, от которых я просто без ума, и которая при этом требует максимального количества графики, максимальной производительности, чтобы идти с высоким качеством, это Type Reader. В эту игру лучше играть в наушниках, поскольку интересные звуки совершенно она издает. И посмотрите, насколько высоко производительная, плавная графика. Как раз данный аппарат очень легко справляется с этой графикой. И мы видим шикарную, сочную картинку. Благодаря данному аппарату я снова подсел на некоторые игры и с удовольствием в них играю, поскольку они выглядят совершенно иначе, как-то в высшей степени более качественно. Гнутый дисплей этого телефона имеет разрешение Quad HD, то есть плотность пикселей очень высокая. Однако, это не просто Quad HD, это Quad HD+. То есть, как вы видите, соотношение сторон нестандартное. Это является и плюсом, и в то же время минусом, потому что большинство приложений не адаптированы вот под такой формат. И, как правило, что-то не открывается, не отображается, либо картинка ужимается до своих размеров, таким образом оставляя черные поля по бокам, которые, кстати, не сильно напрягают, потому что они сливаются с черным корпусом телефона, и получается как бы монолитная конструкция. А теперь давайте перейдем в настройки и посмотрим на самое интересное, на возможности этого дисплея. Во-первых, он работает как компьютер, и у него можно менять разрешение экрана. В этом телефоне, как в хорошем добротном компьютере, придумали менять разрешение дисплея. То есть, можно поставить Quad HD, можно поставить Full HD+, из-за этого картинка станет, скажем, менее четкой, более плавной, чуть-чуть сэкономит энергию. И, конечно, HD первого поколения, вот это уж непонятно зачем. Больше, наверное, для экономии энергии. Поэтому я вам скажу, что это уже практически компьютер, блин, в телефоне. Однако я вам скажу честно, что впервые в жизни я буду жаловаться на то, что разрешение этого дисплея слишком высокое. И когда мы ставим максималку, глаза быстро устают, потому что картинка очень резкая. Возможно, благодаря Super AMOLED дисплею с высокой степенью контрастности. Устают глаза, и сильно в него не попялишься. Нужно пониже ставить разрешение, это очень помогает. А там же еще есть фильтр, который убирает синий цвет. Это называется фильтр синего. Экран начинает как бы желтить, и нагрузка на глаза сильно снижается. Поэтому используйте все эти вещи, чтобы сэкономить зрение. Кроме того, в настройках дисплея можно скорректировать цвета так, чтобы они стали более естественными. Это удобно для обработки фотографий. То есть мы видим как бы те цвета, которые есть на самом деле, без Super AMOLED преувеличения. У меня стоит основной. Основной он как бы бледный, потому что при покупке стоял адаптивный дисплей. Посмотрите, какие яркие, ядовитые цвета. Выбираем основной. Посмотрите, разница огромная. Цвета как бы становятся бледными. Однако у меня, по крайней мере, перестали уставать и болеть глаза. Ведь первое время я очень много сидел в данном телефоне и посвящал ему максимум времени, отчего мои глаза начинали болеть, и пришлось закапывать даже витаминные капли, чтобы снизить нагрузку. Их пялишься в маленький достаточный экранчик. Еще одна классная функция – это подсветка бокового экрана. И хотя дисплей здесь не так сильно изогнут, как у S7 Edge, тем не менее, когда приходит SMS-сообщение, красивая анимация по бокам подчеркивает всю дороговизну этого аппарата и смотрится просто великолепно и очень даже няшно. Выдвигаю панели Edge. У меня здесь стоит компас, например. Ну, не знаю, насколько это полезно. Мне кажется, бесполезно. Линейка, да? Ну, что можно замерить такой линейкой, поскольку даже для того, о чем вы подумали, ее недостаточно. Ну, хотя в некоторых случаях, возможно, и достаточно. Еще до того, как я посмотрел сотню тысяч всяких обзоров об этом телефоне, я уже сам его купил и рассматривал лично. И таким образом самостоятельно обнаружил, что дисплей этого аппарата краснит. Но он краснит не так, как об этом рассказывают отдельные обзорщики, что, типа, вся поверхность дисплея красноватая. Нет, конечно, ничего такого я не нашел. Зато на границе между белым и другим цветом я обнаружил на переходе красноватый оттенок. Мне непонятно, что это такое. Может быть, субпиксели? Может быть, пентайл какой-нибудь? Что за технология? Почему так? Ну, в общем, это сильно напрягает. И в других дисплеях Super AMOLED такого не было. Прежний мой телефон был A5, до этого Note 3. И там все было шикарненько. Одна из шикарнейших функций смартфона S8 – это функция Always On. То есть дисплей постоянно включен. Это достигается за счет Super AMOLED-дисплея, у которого нет задней подсветки, жрущей энергию, а каждый пиксель светится в отдельности. Причем в черно-белом режиме фактически не потребляет энергию. И, мало того, не выгорает дисплей, поскольку часики незаметно перемещаются из одной части экрана в другую. Таким образом работает как бы скрин-сейв – спаситель экрана. Что касаемо звука, то в свой аппарат я установил плеер Power Amp, который производит музыку в формате FLAC. Информацию по поводу этого формата вы можете получить в статье, ссылку на которую я оставил в описании. FLAC – это выше, чем качество CD. То есть вы получаете очень детализированную, сочную картинку звука, и это никак не сравнится с MP3. Рекомендую попробовать. Да и сам плеер имеет массу интересных настроек, которыми грех не воспользоваться, чтобы окрасить звучание в приятный для себя оттенок. В этом аппарате установлен Bluetooth с самой последней модификацией, который позволяет помимо подключения нескольких устройств подключать две пары стереонаушников. Представьте себе, вы едете в поезде с другом, у него Bluetooth-наушники, у тебя Bluetooth-наушники. В телефоне – Звездные войны. Короче, вместе смотреть будете без всяких шнуров. Друзья, на сегодня это все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И спасибо вам вообще за то, что вы смотрите меня. Я знаю, что основная моя аудитория – это ребята, ну то есть пацаны, хотя и девушки тоже есть. Я стараюсь делать обзоры простыми, понятными и без всякого пафоса. Если раньше я этим занимался в качестве хобби, то на сегодняшний день собираюсь перейти на это на профессиональной основе. Уже закупаю студию, и в скором времени вы не увидите вот этот квартирный ламповый стайл, а сзади меня будет настоящий красивый белый, серый или хромакеевский фон. Короче, пожелайте мне удачи, подписывайтесь на мой канал. С вами был Евгений Донец. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok